Последняя наша презентация будет на тему групп вызова. Мы рассмотрим стратегии, которые доступны в группу вызовов и поговорим про пейджинговые группы. Что такое вообще группа вызова? Группа вызова – это виртуальный номер системы, который будет включать в себя пользователей, агентов самой ОТС. И получается, позвоня на внутренний номер, этот виртуальный номер, который вы создали, ОТС будет автоматически обзванивать всех пользователей в этой группе, всех агентов в этой группе. Существуют две стратегии для групп звонков. Первая – это звонят все, и вторая – это звонят по приоритету. Как создавать группу вызовов? Вы задаете цель управления, группу вызова, и у вас будет выбор добавить стандартную группу вызова или же группу вызова Multicast. Вы создадите стандартную группу, укажете название, выберете ее виртуальный номер и выберете стратегию, которая будет использоваться для созданной группы. Далее будет выбрано количество секунд на обзвоны каждого пользователя. Имейте в виду, что название, которое вы указываете в группе, будет отображаться на ваших настольных телефонах, клиентах 3CX, Web, Windows и мобильном приложении. Также эта маркировка будет учитываться, если вызов будет принят, сохранен, будет входить также в базу данных, если вы будете создавать отчеты. Добавочные номера в группе могут быть частью одновременно нескольких групп. Получается, вы можете один и тот же добавочный номер поставить в несколько разных групп. Как будет работать именно обзвон? Как мы уже сказали, это будет зависеть от стратегии, которую вы выберете. У вас будет стратегия по приоритету и стратегия «звонят все». И получается, если вызов приходит в одну группу и пользователь свободен, тест в течение указанного количества секунд, которые вы указали на обзвон пользователя, будет производить на него вызов. И при ответе будет установлена связь с звонящим, с вашим конечным пользователем, добавочным номером, на который пришел вызов. В момент, когда пользователь занят, скажем, он с кем-то разговаривает, может быть, с внешним номером или с внутренним, и приходит новый вызов на вашу группу звонков, АТС, а точнее сервис группы вызовов, будет игнорировать пользователя и производить обзвон уже на другого доступного в очереди. Получается, пользователь, который занят или не зарегистрирован, АТС на него повторный вызов делать не будет, и АТС пройдется сверху вниз по всем пользователям, которые доступны в системе, и после этого вызов будет отправлен в настройки, которые вы укажете, будет переадресован. Получается, если вы хотите, чтобы вызов, который зашел в вашу группу, обзванивал снова пользователи, когда они станут доступны, тогда вам нужно будет использовать очередь, так как в группах дозвона этой функции нет для повторного обзвона агентов. Вызов по приоритету будет работать следующим образом. Первая стратегия, получается, в листе, который вы добавляете ваших агентов, будет учитываться их порядок, как вы их добавили, и АТС будет обрабатывать звонки сверху вниз. Приходит вызов на первого агента в листе, далее через определенное количество секунд обзвона будет идти на второго, на третьего и так далее. Как мы уже сказали, если один из пользователей агентов недоступен, скажем, он разговаривает или не зарегистрирован, обзвон начинается со второго доступного агента. После того, как был ответ, создается соединение. Если же никто не ответил, вызов будет переадресован на привызовне ответе, настройку. Вторая стратегия, это звонят все. Все, наверное, здесь очевидно. Здесь не будет указан тайм-аут обзвона для каждого пользователя, а именно данное время обзвона будет применено для всех. И после этого, после обзвона всех пользователей, если никто не отвечает, вызов будет отправлен как при неответе. Говоря про вызов при неответе, куда вы можете маршрутизировать звонок? Это может быть системный номер, внутренний номер пользователя, да, добавочный. Системный, как мы уже сказали, это ваш авиар, может у вас будет другая группа вызова, это может быть также очередь, это может быть голосовое предложение. А вы всегда тоже можете перенаправить вызов на внешний номер или же завершить звонок. Пару слов про голосовую почту. Мы говорили, что вы можете делать перенаправление на любой добавочный номер и его голосовую почту. Если у вас есть желание, вы всегда можете отправить вызов на голосовую почту целого диапазона номеров. Например, голосовую почту вашей группы дозвона. Что произойдет в этом моменте? АТС отправит всем записанное сообщение звонящим, всем пользователям этой группы. И данный файл не будет сохранен локально на уровне добавочного номера, а будет отправлен всем пользователям, которые находятся в этой группе. Как будет производиться обработка пропущенных вызовов? Это будет зависеть, конечно же, от стратегии. Если же выбрана стратегия, звонят все, приходит вызов, звонящий, никто не отвечает, вызов отправлен как при неответе. Все пользователи получат уведомление, что был пропущенный вызов. Получается, на настольном телефоне, в 3-сек-клиенте у вас будет пропущенный звонок. Если же один из агентов отвечает на вызов, никто другой из агентов этой группы не получит уведомление про пропущенный вызов. Если же была использована стратегия по приоритету и, скажем, вызов пришел в группу, никто не ответил, все агенты получат уведомление о пропущенном звонке. В принципе, как и звонят все. Но вот если же вы используете вызов по приоритету, стратегию и, как мы уже сказали, обзвон сверху вниз на каждого пользователя индивидуально, и вызов пришел, скажем, первый пользователь не ответил на него, первый агент отправили на второго агента группы, второй агент, скажем, ответил, уведомление о пропущенном вызове получит только добавочный номер, который не ответил на вызов. Получается так, как у нас был. Только первый пользователь не ответил, вот он именно и получает пропущенный вызов. Другие агенты группы, которые были после агента, который ответил на вызов, также не получают пропущенный звонок. Если вызов приходит в группу и звонящий бросает трубку, не дожидая, что кто-то ответил. А если стратегия была «звонят все», все агенты будут уведомлены, что был пропущенный звонок. Если же у вас использовалась стратегия по приоритету, звонящий позвонил, подождал несколько секунд, АТС обзвонила первого агента, он не поднял трубку, начал обзванивать второго. И в момент, когда обзвание от второго пользователя, второго агента, звонящего бросает трубку, первые два пользователя, первые два агента этой группы будут уведомлены о пропущенном звонке. Получается, стратегия по приоритету будет затрагивать тех пользователей, на которых был обзвон и на котором остановился обзвон. Пейджинговые группы. Пейджинговая группа – такая же идея, виртуальный номер в системе, он объединяет в себя внутренние добавочные номера. И цель пейджинговой группы – это делать автоматический ответ. Приходит вызов, система автоматически, когда переадресация идет на именно эту пейджинговую группу, здесь, не дожидаясь ответа пользователя, ответ будет на настольном телефоне и производится автоматически. И самый важный момент здесь – это то, что будет односторонняя связь. Получается, односторонний звук будет отправлен от номера, который звонит, до агентов, которые находятся в группе. Говоря про лицензию, ну, допустим, у вас в этой группе, в вашей группе, пейджинговой группе, будет 10 добавочных номеров. Все эти 10 добавочных номеров ответят автоматически, звук будет отправлен на всех. Лицензия будет всего лишь использоваться одна, как и в стандартной группе, которую мы до этого рассматривали. Получается, в системе есть две типа пейджинговой группы. Это стандартный пейджинговый и пейджинговая группа мультикаст. Между ними есть разница, про это нужно будет знать, возможно, будет вопрос даже на вашем тесте. Пейджинговая группа стандартная будет иметь только ограничения по количеству пользователей, но не иметь ограничения по настольным телефонам, которые зарегистрированы. А это может быть настольные телефоны в локальной сети, которые регистрированы, скажем, если ваш отец находится за НАТ. Вы можете настраивать телефоны, скажем, в облаке, отец будет находиться в облаке. Далее телефон будет настроен через стан протокол или же по SBC зарегистрированный. Ну и также мобильные клиенты. Ну, в общем, что нужно знать, количество пользователей также добавляется в пейджинговую группу агенты, и их 64. Если же будет использована мультикаст передача, тогда данная настройка будет работать только с локальными телефонами. Получается, телефон и отец должны находиться в одной и той же сети за НАТом. И отец будет отправлять звук по мультикасту. Мультикасту, получается, приходит вызов на группу мультикаст, и отец начинает сразу отправлять RTP-пакеты на устройства, которые являются частью этой группы. Получается, телефону нужно будет, конечно же, в первую очередь настроить, чтобы они слушали на именно этот мультикаст адрес, который вы указали, и порт. И как только, получается, отправляется звонок, телефон автоматически просто начинает воспроизводить звук. Их не нужно будет отвечать, они сразу получают звук. Стандартную пейджинговую группу создавать очень просто. В принципе, идея такая же самая, как и обыкновенных групп вызовов. Создается название, указывается виртуальный номер, и выбирается стратегия пейджинг. Далее вы указываете добавочные номера. И имейте в виду, что здесь есть ограничение 64 добавочных номера. Пейджинговая группа мультикаст немножко меню будет отличаться. Как только вы выберете, здесь вы укажете уже IP-адрес ваша мультикаст, и выберите порт. Порт должен быть высокий, имейте в виду, чтобы данный порт не использовался никак в вашей сети другими приложениями. Здесь указывается также кодек и пакетизация в миллисекундах. Данную настройку не стоит изменять, она 20 секунд. Далее, что нужно будет сделать после того, как вы указали эти настройки, как настроить сам телефон. Включили группу, сохранили ее. И после этого, если вы зайдете в настройку настольного телефона, именно в настройке настольного телефона в консоли управления, вы должны будете выбрать данную группу, мультикаст группу, и поместить ваш телефон в эту группу. Я бы хотел показать, как это выглядит в АТС. В принципе, это был наш последний слайд. Покажем, как создавать группы в консоли управления. Группу вызовов, две настройки, пейджинговая группа, группа мультикаст. Стандартная пейджинговая группа. Давайте создадим вебинар. Вебинар 21. Скажем, оставим эту же группу. Выберем количество обзвона времени. 20 секунд. Получается, по 20 секунд всех членов нашей группы будет идти обзвон. Добавляем наши добавочные номера. Пусть тут, скажем, добавочный номер 0 и 112. Нажимаем ОК. У нас есть два пользователя. И после неответа завершать вызов. Давайте нажмем ОК. И посмотрим, как это работает. Так, внутренний номер 809. Теперь, если мы зайдем в мои входящие правила. Давайте я сделаю это с внешнего номера. Так, 809. Нажимаем ОК. И теперь позвоним с моего 3CX клиента на номер транка. Кстати, теперь можно будет открыть консоль. Сейчас я еще зарегистрирую своего пользователя с добавочным номером 0.00. Так, все, он готов. Давайте начинать звонок. В моем случае сейчас играет настольный телефон. Так как он у меня был первым в настройке. Группа вызова. Добавочный номер 0.00 на первое. После этого будет идти вызов на добавочный номер 112. Кстати, так как я не ответил на моем внутреннем номере. Получается, у нас отображается вызов. Опущенный вызов до звонка. Оказывается время. Отображается время. Кстати, название входящего правила. Обратите внимание, у меня правило также называется вебинар. И также называется группа вызовов вебинар 2021. Следовательно, вы можете увидеть последовательность. Ну, в принципе, идея вот группа вызовов такая, да. Теперь пейджинговая группа. Здесь вы укажете стандартную группу или группа пейджинг мультикаст. Давайте мы выберем стандартную. Вебинар. Вебинар. Матч. 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 С. Скорее всего у меня применилась вторая маршрутизация. Надо проверять мои настройки рабочих часов. Что не так? Проверим еще раз. Группа вызовов, 810 пейджинг, правильно, 812 наш добавочный номер и скорее всего у меня не указан дайл-код, нет пейджинга, моя группа указана. А, ну да, потому что используется клиент, потому что используется клиент и он автоматически не отвечается. Нужно будет использовать настольный телефон. Да, я этот тест не смогу сделать. По настольным телефонам и мультикаст давайте мы рассмотрим момент. Скажем, создадим новую пейджинговую группу с мультикастом. Я по умолчанию оставлю порт, просто чтобы показать, как добавлять в вашу группу, в ваш телефон. Давайте мы теперь зайдем в настольный телефон и найдем какое-нибудь устройство. А, какой-нибудь телефон, у которого есть мультикаст. Скажем, был незарегистрированный телефон 52, T52. В автонастройках телефона в параметрах, вот в самом низу, вы должны здесь указать, что данный телефон будет использовать мультикаст. Вот у нас есть здесь две группы, я выбираю одну из них. После того, как я нажму ОК и перенастрою телефон, да, если я его выберу, допустим, и перенастрою, если телефон находился в сети, да, телефон бы получил настройки именно с мультикаст адресами, как вы указали на ТЭС. Денис, какие варианты использования пейджинговой группы, для чего? Ну, нужно будет, допустим, вам нужно оповестить ваших коллег, у вас, допустим, какое-то предприятие, завод, и вам нужно экстренное сообщение всем, на всех телефонах, которые у вас находятся, произвести сообщение. Получается, вы не хотите, чтобы кто-то поднимал трубку, а автоматически телефоны отвечали в вашем случае. Вот вы добавляете пользователей в эту группу, и при экстренном случае звоните на эту группу и делаете оповещение. Также может применяться, допустим, на каких-то заводах, предприятиях, где нужно будет каждое, через определенное количество секунд делать оповещение. Вот, пожалуйста, как результат, пользуйтесь группами мультикаст. Вы также можете делать пейджинг стандартного функции, ну, самая упрощенная, и еще может себя объединять целую группу пользователей. Пожалуйста. В принципе, на сегодня все. Да, по пейджингу сказали, мультикаст, показали, как настроить телефон. Как создавать группы. Если есть вопросы, пожалуйста, в чате напишите плюс. Если нет вопросов, благодарю всех за выделенное время. Желаю всем хороших выходных. И уже до следующей недели.